В прежней реальности мы бы коротко сказали, что российское представительство Киа надумало предложить россиянам обновлённую версию седана К900, который после рестайлинга сменил название на К9. А теперь приходится уточнять подробности, как вообще корейский флагман умудрился добраться до нашего рынка. Итак, на своей родине Киа К9 предстал перед публикой прошлым летом, российское представительство компании обещало начать продажи этой весной. В январе машина прошла процедуру обязательной сертификации, а калининградский автотор получил первую и, похоже, единственную партию машинокомплектов. В итоге собранные седаны остались стоять на складах. И только теперь принято решение начать продажи этих машин. Но по каким ценам? Зимой ходили слухи, будто новинка будет стоить порядка 6 миллионов рублей. А сейчас стало известно, что отдавать дефицитные девятки решено по 7 миллионов 400 тысяч рублей за штуку. В единственную комплектацию премиум включены обивка сидений кожей NAPA, отделка передней панели натуральным шпоном, трёхзонный климат-контроль, электропривод задних сидений, доводчики дверей плюс комплекс электронных ассистентов. На радость пассажирам второго ряда сзади установлена пара отдельных мониторов. А вот мотор оказался достаточно скромным для большой пятиметровой машины. Это хорошо знакомый атмосферник V6 мощностью 249 сил, к которому прилагаются восьмидиапазонный автомат и полный привод. Впрочем, отдачи движка хватает, чтобы выполнять спурт до сотни за 8,4 секунды. Что касается самого обновления, то оно принесло сильно перекроенную внешность, хотя габариты остались прежними. Судился прищур фар, увеличилась решётка радиатора. Крышка багажника примерила светодиодную полоску, поэтому номер переехал на бампер. В салоне появилась более современная мультимедиа. А вот Kia Sorento Black Edition – это уже новое поступление, а не старые запасы. Минувшим летом калининградский автотор собрал чуть менее 200 таких машин. Впрочем, отличий спецверсия имеет совсем немного. Это обильный чёрный декор кузова, а в салоне антрацитовая обшивка потолка, тёмная обивка сидений до накладки на педали. По уровню оснащения чёрное издание соответствует комплектации премиум. Версия всего одна. С базовым атмосферником, шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Цена 4 миллиона 630 тысяч рублей. То есть доплата лишь 80 тысяч.